Научный центр неврологии отмечает юбилей. Ведущему неврологическому учреждению России исполнилось 70 лет. Мультимедийная пресс-конференция, посвященная этой дате, прошла 25 ноября в Международном мультимедийном пресс-центре информационного агентства «Россия сегодня». На ней были представлены российские инновации при лечении инсульта и для реабилитации пациентов. Директор научного центра неврологии, член-корреспондент РАН профессор Михаил Пирадов отметил коренные изменения, произошедшие в лечении неврологических заболеваний за 70 лет работы института. Известное выражение о том, что неврологи знают все, но ничего не могут, по словам Михаила Александровича, было справедливо для начала прошлого века. Благодаря научно-техническому прогрессу неврологи сегодня могут бесконтактно проникать внутрь черепной коробки, в первую очередь посредством магнитно-резонансной томографии. Научный центр неврологии сегодня – крупнейший современно оснащенный лечебно-диагностический центр в области неврологии, нейро- и ангиохирургии, нейрореаниматологии и реабилитации. Ежегодно в клиниках центра проходит лечение более 35 тысяч человек с самыми сложными диагнозами и различными заболеваниями центральной и периферической нервной системы. Но центр неврологии – это и научно-исследовательский институт, где разрабатываются прорывные технологии, такие как построение мозг-компьютерного интерфейса для помощи парализованным пациентам, проходят доклиническую экспериментальную проверку клеточной и нанотехнологии в неврологии. Приоритетными направлениями деятельности центра остаются сосудистые поражения мозга, дегенеративные и наследственные заболевания нервной системы, критические состояния в неврологии, восстановительная неврология. Неизменным партнером центра на протяжении многих лет является компания «Гидеон Рихтер». Неврология – одно из приоритетных направлений. Здесь лекарства, которые мы разрабатываем, они в общем затрагивают сердечно-сосудистые патологии, то есть это не только конкретно препараты неврологического профиля. Здесь у нас постоянно выходят интересные разработки, например, комбинированные молекулы, их большое количество для того, чтобы более качественно и эффективно справляться с патологией, например, гипертонии. Это в первую очередь препараты, которые положительно влияют на снижение артериального давления. Новые современные комбинированные препараты – это так называемая группа фиксированных комбинаций. Дальше препараты, которые влияют на сердечно-сосудистую систему, в том числе на центральную нервную систему. Это препараты, которые влияют на боль, синдром боли. Мы недавно вывели на рынок новую форму известного препарата бимпоцетина. Смысл действия в том, что непосредственно она начинает рассасываться в ротовой полости и тем самым намного быстрее и эффективнее вызывает воздействие и вызывает терапевтический эффект. Одно из важных направлений работы Центра неврологии, как научно-исследовательской, так и лечебно-диагностической – демиеллинизирующие заболевания и, в частности, рассеянный склероз. За последние годы, благодаря усилиям научного центра неврологии, в том числе и благодаря усилиям наших коллег, занимающихся этой проблемой, достигнут определенный успех в деле лечения демиеллинизирующих заболеваний. Не секрет, что эта болезнь поражает очень молодых людей в хорошем демографическом возрасте. Это молодые женщины детородного периода, это молодые мужчины, у которых вся жизнь впереди. Понимаете, опускать руки перед этим заболеванием не имеет смысла. В Научном центре неврологии на протяжении последних 10-15 лет проходят большие мультицентровые клинические исследования с различными препаратами, изменяющими течение рассеянного склероза. Это препараты первой линии, второй линии. И о чем всегда надо говорить, что тут очень важен индивидуализированный подбор именно этих препаратов. То есть не просто так взяли, назначили препарат Натализумаб. Нет. Нужно рассмотреть все показания, все противопоказания. И надо сказать, что лечение – это действительно дорогостоящее. И пока есть определенные квоты со стороны министра, со стороны Департамента здравоохранения, эти больные лечатся. Но существует другая проблема. Вот они прошли это лечение, они почувствовали улучшение качества жизни. Что будет с этими пациентами дальше? То есть должна быть разработана хорошая социальная программа поддержки пациентов, больных рассеянным склерозом. Потому что эти препараты произвели действительно революцию в течение. Резко улучшилось качество их жизни. Это полноценные жители нашей страны. Поэтому уважаемые коллеги, уважаемые врачи, уважаемые чиновники, давайте думать об этих пациентах вместе. Первый медицинский канал поздравляет коллектив научного центра неврологии с юбилеем и желает ведущему неврологическому институту страны дальнейших успехов. Субтитры создавал DimaTorzok